Всем привет! Вы на канале LoftBlog. Меня зовут Александр Дизайн ТВ и я представляю курс по Flat Design. Еще один сайт для подбора цветов – flatcolors.net. Здесь представлено 11000 flat цветов, то есть сайт гораздо более насыщен цветами. Здесь более широкий выбор, в отличие от предыдущего сайта, о котором мы ознакомились на предыдущем уроке. Также здесь меню, то есть все цвета в перемешку. Но здесь уже довольно проблематично искать цвета, потому что такое количество. И проще зайти в меню, в палец и посмотреть палитры. Здесь все удобно разбито. Не только по цветам, например, тут есть оттенки, например, зеленого оттенки палитра, но и по стилям. Это очень удобно, кстати. Разные стили. Вот, пожалуйста, ретро. То есть если мы рисунку иллюстрацию в стиле ретро, мы можем спокойно взять эти цвета и их использовать для нашей иллюстрации. Это очень удобно, хороший сайт. Вот такие цвета, например. Можно делать для детской какой-то темы, там айс летит и что-нибудь. Я сейчас так из головы просто беру. Очень много палитр. Ну и дальше меню это random, то есть цвета в перемешку там все. Но это тоже, опять же, неудобно. Удобнее всего пользоваться палитрами. Вот 2148 палитр. Вот такой сайт для подбора, опять же, цветов для Flat Design. Так, продолжаем рисовать нашу форму. Мы остановились на иконке. Нарисовали первую иконку. Замочка. Сейчас изменим маленько цвет. Сделаю его побледнее, чтоб не так бросалось глаза. Так, мы разговаривали в предыдущем уроке. О программе Corel и программе Illustrator. Немножко беседовали на эту тему. Так, и начнем иконку юзера. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь я взял вот эти элементы замка и буду их использовать уже. Сейчас создам тело вот из ручки замка. Чтоб оно было точно такое же. И уже голову, это эллипс, поставлю и соединю. Чтоб у нас смотрелись иконки однообразно. Подразмер нужно подогнать их, чтоб они были одинаковые. В идеале. Выравниваем по центру наш текст и нашу форму. Ну и иконки тоже. Опять же, вы не видите, как я это делал. Это я все делал горячими клавишами, то есть очень быстро на клавиатуре. Уменьшим иконки маленько. В следующем уроке мы нарисуем такую же форму, но аналогичную. Там другие цвета зададим, как бы все другое сделаем. Уже в иллюстраторе сделаем это все. И посмотрим, как там это все протекает. А вообще судить о какой-то той иной программе нужно, конечно, владеть ей. То есть если вы судите о Corel или иллюстраторе, то есть вы должны владеть этими программами и работать в обеих этих программах. Тогда как бы ваше мнение имеет какое-то, не то что значение, а какое-то объективность, то есть какую-то имеет, а не субъективность. Просто люди открывают Corel, например, работали там в иллюстраторе, тыкнули куда-то, им все стало непонятно, и они сразу закрыли, и все. То есть эта программа плохая, а эта хорошая. Нет, так нельзя рассуждать. Нужно работать в той и... В идеале надо знать все программы. Потому что типографии, например, работают в Corel, какие-то работают в иллюстраторе. Если вы собираетесь работать дизайнером, вы должны знать обе программы, чтобы хотя бы какие-то редактирования, то есть малейшие, простейшие производить в той иной программе, а не так то, что вас берут на работу, а вы говорите, а я в этой программе не умею работать. Но это никого не интересует. Потому что эта программа там недоразвитая или что-то еще. Это смешно. Тем более о Corel так нельзя говорить. Это абсолютно аналог иллюстратора. Есть, конечно, слабые моменты в Corel. Например, работа с растром, верстки там. Но это не надо делать в Corel. Вся верстка надо делать в Indecision, например, как я делал. Сработал и в типографии. Но в типографии мы печатали с Corel. И под все, и под плотную резку это не заменимо. То есть никакой иллюстратор не заменит. А на верстке, когда у меня, например, в газете, я делал в Indecision. Вот Open Decision. Рекламные объявления также делал в Corel. Баннеры в Corel. В Corel я делал там все. Что-то делал в иллюстраторе. На стоковую фотографию. На стоковые сайты. Как бы иллюстратор получше, потому что в EPS в формате они... И из Corel вы некорректно все там сделаете. Воспроизведете. Но опять же просто экспортируем спокойненько в иллюстратор. И там уже делаем... Оттуда уже с иллюстратора экспортируем JPEG и GPS. А вот сейчас мы делаем тень. Я решил сделать тень под самой формой. Используя mesh-заливку. То есть сейчас я работаю с mesh-заливкой. Задали столбцы. Число столбцов. Ну это сетчатый градиент в иллюстраторе тоже самое. Инструмент полностью аналогичный. Даже как-то в Corel мне он поудобнее кажется. Но в принципе здесь нет разницы. Вот в этом компоненте именно аналогичен. Каких-то вот таких нюансов. Ну как бы эффект тени я сделал. То есть небольшая тень такая. Хотел сделать обводкой, но мне не понравилось. Решил сделать что-то поинтереснее показать. В общем, на канале есть сравнение Corel с иллюстратором. То есть в уроках по иллюстратору я рассказываю. Там открываю ту или иную программу. И показываю какие-то сравнения. То есть я по ходу делаю рисую. Что-то делаю и показываю сравнение этих программ. Очень интересно мне кажется посмотреть. И еще где-то слышу, что в иллюстраторе нельзя открыть CDR. По-моему спокойно можно открывать 10 версии. Сохраняешь и CS6 это у меня открывает. Корловские файлы. И ничего там. Все градиенты у меня сохраняются. Все сохраняется без проблем. Верстать конечно в Corel я бы не советовал делать. Хотя есть функция многостраничных создания многостраничных документов в Corel. Но я этого никогда не делал. Потому что с растером конечно. Потом выводом этим растером. В PDF или куда-то на печать. Скорее всего в PDF это будет не очень правильно. Газету я в PDF издавал. В типографию. Делал в Adobe Indecision. Какие-то там в Corel я рисовал. Большую часть объявлений. Что-то рисовал в фотошопе. Ну где мне удобно там я рисовал. Так знаю все программы я. И 3D Max работал. И Flash и все. Все программы. В данный момент специализируюсь на векторной графике. Все попробовал. По крайней мере мне это было интересно. Пощупать что-то новое. Как-то развиться в каком-то плане. Посмотреть как все сделано, реализовано. Мне интересно. Так сейчас здесь я скруглил немножко. Сделал не острое закругление. Потому что у нас углы скруглены в форме. Я думаю что нужно сделать и в этом выступающем нашем элементе. То есть как бы облачко для разговора. Персонаж используется. Я тоже сделал такое вот закругление небольшое. Сделал его меньше. Вот если заметно сейчас на глаз. Чем закругление в форме. Прямоугольники нашим. Сейчас я иконки доработаю. 48 пикселей у нас ширина. Давайте направляющие вытащим. Вот линейки наши. Вы видите. Включены у меня. И так же как в иллюстраторе. Вытаскиваем направляющие из линейки. Давайте сделаем. Ту же самую ширину зададим. Чтоб иконки смотрелись монолитно. Одинаково. Чтоб иконки. Теперь по картинке спустя. Далее по картинке установим первую руку. Встречу их. Что получается будет еще раз. Встречу их. Встречу их. Но она все-таки скоро ещё стоит. А так будет. Теперь по картинке нам более правильные узлы селеки. Магнит. И дальше надо一次. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...